Ингаверина не хватает, там и флю, и релинзы, наиболее спрашиваемые препараты, их сейчас недостаточно. А ведь именно эти три препарата, по заверениям врачей, помогут побороть вирус гриппа, в том числе и свиного. Все остальные малополезны. Мы объехали несколько аптек в разных районах Абакана, везде прилавки пустые. Ингаверин, если есть, то только детский. Рекламы по телевизору идёт, информация о том, что приближается грипп, люди боятся, поэтому всё скупают. Поэтому нет, идёт, я думаю, поступит, всё равно. Но проблема не только в том, что противовирусные препараты отсутствуют, значительно разнятся и цены. Например, оказалось, что в муниципальной аптеке Абакана тот же Ингаверин стоит на 100 рублей дороже, чем в одной из частных аптек в центре города. А необходимых лекарств нет даже в социальной аптеке. Комментировать отсутствие противовирусных препаратов в социальной аптеке нам отказались. Фармацевты в буквальном смысле спрятались от съёмочной группы. Но если противовирусные, если постараться, всё-таки можно найти, то самая популярная аксалиновая мазь – настоящий дефицит. Она исчезла с прилавков ещё в начале недели. Но аптекари говорят, это не критично, есть масса не менее эффективных средств. Правда, обойдутся незначительно дороже. Заменяем вифероном гель, мазь виферон есть. Кагоцелы в ассортименте много, ремонтодин много. То есть противовирусных препаратов достаточное количество. Дефицит препаратов наблюдается не только в Абакане, но и в других районах республики. В отдельных аптеках не найти даже защитных масок. У нас было в достаточном количестве. Но сейчас вот на сегодняшний день они закончились, но завтра и будут опять. В Минздраве республики сложившиеся ситуации с дефицитом противовирусных лекарств знают, но успокаивать жителей Хакасии поводов для паники нет. Крупные представители на сегодняшний день решают вопрос, каким образом у поставщиков заказать как можно больше объема на эпидсезон. Поэтому по Российской Федерации поставщики решают, каким образом будет этот препарат закупаться и доставляться в каждый субъект Российской Федерации, в том числе в республику Хакасия. Поэтому, ну во всяком случае, крупные аптечные представители крупной аптечной сети нас уверили, что до понедельника, ну максимум до среды, панифлю должен поступить у нас в республику. Медики напоминают, профилактика – лучший способ не подсыпить инфекцию. Это мытье рук, маски в людных местах, в рационе лук, чеснок и продукты с витамином С. При резком повышении температуры, изоляция больного и строгое выполнение врачебных рекомендаций. Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.